Как на данный момент обстоят дела в сотрудничестве нашей страны с регионами, с которыми президент сегодня поручил нарастить взаимодействие, рассмотрим на примере города-миллионника Красноярска. Беларусь постепенно закрепляется в этом регионе. Товарооборот за прошлый год – 200 миллионов долларов. Но возможности-то куда шире. Доминирует машиностроительная торговля от тракторов до самосвалов. Разрезы Красноярска и Жодинские Белозы хорошо знают друг друга. По прямой без пересадок мы пока не летаем, а путь состыковка через Москву занимает не меньше 10 часов. Но бизнес уверен – Минск и Красноярск ближе некуда. Одна из самых длинных и полноводных рек мира – Енисей, что означает «большая вода». Его берега – это республика Тываха, Кассия и Красноярский край. Сам город Красноярск расположен на двух берегах Енисея. Количество заводов здесь не счесть. Причем многие – это наследие большой страны. Промышленностью сильна и Беларусь. Так что Красноярск по духу нам ближе некуда. Кажется, движение по этому мосту через Енисей бесконечно. Город-миллионник Восточной Сибири живет в своем ритме. Начало ведет с 17 века. Когда-то до него добраться было непросто. Но в 19-м построили Сибирскую железную дорогу. Ну а после – авиаполеты. Сегодня Красноярск – это крупный транспортный узел. И, конечно, мы готовы встроиться в эти потоки. Да и на берегах Енисея закрепились надолго. Работаем больше 12 лет. Охватываем три региона. Это Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. Обслуживаем всю карьерную технику БелАС, МААС. Поставку запасных частей осуществляем и сервис. Ориентировочный у нас в крае, по-моему, около 600 единиц. Это вот до, скажем, сегодняшнего всплеска в нынешней ситуации было около 600 единиц. В Хакасии было около 300 единиц общее количество. То есть парк довольно внушительный. Это Красноярск БелАС-сервис. Здесь современное оборудование, станки и инструменты. Восстанавливают и ставят на колеса даже отработавшие на все 100% самосвалы. И они вновь готовы покорять карьеры. Нашим большегрузам здесь равных уж точно нет. Техника, она работает в очень экстремальных условиях. Как правило, в разрезах, где температура до минус 50 доходит. Поэтому, соответственно, есть и влазь. Ну, а в целом, как бы, техника довольно... Цена качественно соответствует тому уровню, который требуется, предъявляется к нашим разрезам, чтобы они могли эксплуатировать ее. Морозы, бездорожье и обильные снегопады не страшны и нашему совместному детищу – снегоуборочной машине. Белорусское прицепное оборудование и российский Урал. Все собирается в Красноярске на площадке карьерных машин. Это удешевляет транспортные расходы, это ресурс автомобиля сохраняет. В Красноярске вся эта комплектация собирается и уже производится готовая машина. В основном эти машины используются, конечно, в Сибири и Дальнем Востоке. В эти сибирские края предприятие как дилер продает и другую белорусскую технику. Так, за прошлый год тракторов привезли не меньше 170, а в этом году еще плюс 50. Без таких машин здесь и не мыслят о развитии АПК. Они у фермеров на хорошем счету. Очень сильно здесь работает БелАЗ, работает МТЗ. Надо, конечно, еще, и мы вместе над этим работаем, поработать вместе с Минпромом, с заводами. Это с Гомсельмашем, по зерноуборочным, кормоуборочным, комбайном, Амкадор. А еще мы не прочь привезти и больше своей пассажирской техники. Кстати, Красноярск вошел в число 10 пилотных участников федерального проекта России по комплексной модернизации электротранспорта. Чем не повод пристальне взглянуть на белорусские электробусы, ну а также автобусы, троллейбусы и трамваи. Кстати, трамвайной системе города в этом году 65. А еще обновление домов – это не только капитальный и косметический ремонт, а также замена лифтов. С Могилевским предприятием «Строй Енисей» подписал соглашение. Выгодность проекта просчитана на годы вперед. На сегодняшний день у нас, будем так говорить, порядка 30% лифтов, которые лифтового парка в Красноярском крае, Тувеха, Касси и Норильске, он уже выработал свой ресурс. Они работают уже больше, чем нужно им по нормативу. Норматив 25 лет, а многие лифты у нас работают 30-40 лет. Они хотят заменить, но хотят, чтобы дешевле было и хорошее качество. И выход есть. На первом этапе планируют в этих цехах собирать 200-300 кабин в год. Ну а дальше до 2000. В конечном продукте 40% будет российской составляющей и 60% – белорусской. И такая кооперация – залог хорошей цены и больших продаж. 4000 километров – это по меркам бизнеса не расстояние, чтобы договориться и открыть общее дело. Ну а значит, Минск и Красноярск ближе некуда. КОНЕЦ